28 мая люди в зеленых фуражках отмечали свой профессиональный праздник – День Пограничника. Они собрались в парке поселка Кубрис на общем построении, чтобы вновь вместе встретиться и вспомнить былые времена. Но именно День Пограничника этого года для них особенно важен. Почему – расскажут наши корреспонденты. Открытием нового сквера отпраздновали жители Славенска-на-Кубани День Пограничника 28 мая. С днем 95-летия, со дня образования пограничных войск, представители этого рода войск пришли поздравить почетные гости нашего города и района. Я хочу всех вас поздравить с этим замечательным событием, пожелать вам крепкого здоровья, вот такого нашего братского пограничного духа. Я думаю, вот это мероприятие, оно не закончится. Мы будем совершенствоваться вместе с вами. Я думаю, что подключим сюда юных друзей-пограничников школы и уверен, что вот этот вклад, который мы внесем в дело воспитания нашей молодежи, он очень важен. С приветственным словом к ветеранам-пограничникам и гостям мероприятия обратился глава города Александр Коновалов. День очень востребованный всеми жителями, потому что вы охраняете мир, покой и благополучие всей страны и в том числе и нашего небольшого города. Был торжественно открыт новый сквер пограничников. Там установлен памятный знак – пограничный столб, у подножия которой расположена плита, а на ней написаны слова «Слава пограничникам всех поколений». Именно этот сквер станет местом, который объединит всех ветеранов-пограничников и тех, кто проходил срочную службу в погранвойсках. Инициатором создания сквера стала первичная организация ветеранов пограничных войск Славинского района. Это стало возможным благодаря поддержке глав района и городской администрации, а также депутатского корпуса Славинского района. Мы гордимся, что такой сквер у нас есть. Таких скверов практически очень мало. И это место, куда будут собираться пограничники и те, которые уважают пограничную службу, 28 мая и 20 декабря, в день чекиста, когда могут люди прийти, встретиться, поговорить, вспомнить службу. В Славинском районе в организации ветеранов-пограничников на учёте стоит 60 человек, а жителей, которые служили в пограничных войсках, более 600. Если раньше они ездили в другие города, то теперь в Славинске на Кубани появился свой сквер, где люди в зелёных фуражках, их семьи смогут вместе провести время. Я думаю, что для нашего города, который считается пограничным, так как он несёт и морские границы, и сухопутные границы, этот сквер нужен для воспитания нашей молодёжи. Нашего, как говорится, наше поколение это прошло на заставах, и такого не было, ни столба. Мы отмечали люди, ездили в Краснодар, но сейчас по завершению строительства этого сквера будем приходить сюда, встречаться с друзьями, с ребятами, пограничниками, приходить с семьями, дружить и нести, как говорится, гражданскую службу на благо нашей Родины. Открытый сквер посвящён всем, чья жизнь была связана с охраной государственной границы. Украсив город этой памятной стелой, неравнодушные люди отдали дань уважения всем защитникам рубежей, тем, кто достойно нёс эту опасную и почётную миссию. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События».